Итак, всем привет! Сегодня мы проведем семинар о том, как, собственно, проход гарда превращается в стоп-контроль, то есть момент, когда мы держали его за ноги, убирали этот барьер, да, то есть его ноги выступали в виде барьера между моим телом и его телом, и как мы начинаем набирать контроль. То есть контроль-то не то, что происходит, да, по щелчку, то есть бац, он у нас появился, это планомерная работа, которую нужно выстраивать. И обычно у людей вообще этого нет, то есть они проходили гард, упали на человека, побарахтались, и потом у них каким-то образом появился контроль. О том, что это можно сделать пошагово и за счет этого ощутимо улучшить свою позицию, они обычно не подозревают, да. Первое, с чего мы начнем, это с умения контролируемо заходить в контроль. Ложись. Ножки поднимай. Итак, вот у нас гард, который не дает мне на него лечь, потому что вот его ноги, да, в меня упираются, мне нужно его пройти. Вообще хороший контроль, он чем отличается? С тем, что вы всегда можете абсолютно без проблем вернуться на шаг назад, да. А когда у вас нет контроля, вы этого сделать не можете. В чем разница, смотрите. Сейчас боком еще поверну тебя, да, вот я его взял за штаны, да, я блокирую его ножки. Как обычно люди, вот они берут, бум, они упали, держи, не надо, не надо, доворачивайся, лежи жестко, то есть ляг, ляг, нормально, ляг, жестко. Они упали, все, они валяются. Если попросить вернуться на этап назад, когда они стояли на ногах, они сразу этого сделать не смогут. Им придется встать на ногу, куда-то выйти, да, все это займет достаточно длинную цепочку действий. Это означает, что они просто плюнулись, и у них все вот это движение, оно было без контроля соперника, они не могли ничего с ним сделать. Когда у вас есть контроль, вы в любой момент можете перезапуститься. В чем я говорю? Смотрите, я здесь, условно, я захожу, у меня руки упираются и ноги, я стою достаточно широко, я не стою близко, потому что иначе я не смогу на него упасть. Теперь, смотрите, ноги держи жестко, то есть не надо расслабляться, да, то есть смотрите, я начинаю заходить, я захожу, 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 видите, как я низко, бам, я вышел. То есть я все это время, я не падаю, я абсолютно контролируемо захожу даже. Я здесь, я здесь, я здесь, я здесь. Я зашел, мне не понравилось что-то, я с определенным усилием вышел. Для чего это нужно? Для того, чтобы когда он начнет вдруг защищаться, да, то есть люди-то обычно защищаются, я мог перезапустить позицию. Сейчас смотри, сейчас я буду падать, твоя задача просто восстановить гад. То есть когда люди берут, просто падают на человека, да, под ним в эту секунду происходит какое-то магическое действие, они почему-то прилетают вообще не в ту позицию, которую вы планировали, да. Потому что они теряют как раз контроль над ногами, контроль над его перемещениями, и вместо заветных трех баллов в цель контроля или хорошей позиции, прилетают не весь во что. Когда у меня есть контроль, вот я здесь, восстанавливаю, да, видите, он защищается, я могу продавливать, я могу подшагивать, я могу медленно, но верно развивать позицию, я могу ее занимать, и даже если сейчас здесь взорвется, меня выдолкнет, я моментально могу отойти, не попав в гад, да. То есть у меня контроль есть не только, когда я на него лег и схватил, у меня есть контроль в движении, да. Да, и после этого мы будем уже развивать контроль дальше, да, занимать позиции, обыграть ему возможность двигаться. Первое, с чего мы начнем, это с того, что перестанем на него падать. Мы берем две штанинки, берите внимание, ножки поднятые, то есть если я сейчас вот так вот возьмусь за ноги, я с ними ничего не сделаю. Мне приходится выпрямить руки вниз, чтобы сбить его ноги, то, что мы с вами разбирали на проходах гарда, на семинаре, который уже доступен на фиксах на ютубе. Вот, я загрузил его ноги. Я не подхожу к нему, я обхожу его, я сбоку от него, потому что если я буду стоять прямо, как бы я контролируемо не ложился, я буду ложиться на его ноги. Я зашел. Он лежит жестко, он не расслабляется, у него выставлены руки, потому что он будет защищаться. Я стою на носочках, я не падаю на колени. А про колени я это говорю не раз. Обратите внимание, вот сейчас на улице скользко, да, сейчас зима. Обратите внимание, как вообще вы падаете на улице. Вы обычно либо падаете весь вперед на руки, либо падаете весь назад на руки. Вы на улице, на коленях, когда подсказываете, вы не падаете. Когда вы в борьбе оказываетесь на коленях, 99% случаев это вы осознанно встали на колено, не вы упали. Чтобы вы упали на колено, вас нужно пнуть ногой в подколенный сгиб, тогда вы упаете на колено. Все остальное время вы на колени не падаете, да, поэтому здесь на них тоже вставать не надо. Я стою на прямых ногах, я ни в коем случае не выворачиваюсь никаким боком. Я вот как грудь на него падал, так и падаю. Поскольку, когда я на него буду падать, моя позиция будет видоизменяться из-за того, что я ноги его увожу, я в него зайду немножко плечом. Но еще раз, никаких таких доворотов у меня нет. Я очень жестко упираюсь ногами в него. Видите, у меня руки не на штанах, а вот упираются в ногу. Я падаю, и видите, я очень-очень-очень медленно это делаю. Я могу взять, выйти в любой момент. Я лег, я не плюхнулся, да? Я контролирую малек, упираясь ногами, пальцами ног, могу пройти, чтобы мне было удобнее. Вышел назад, отпустил. Заново взял. Руки прямые, еще раз. Руки прямые, не туда. Вот это бесполезно, да? Руки прямые, опускаю его ноги вниз. Вот, то есть даже если закерю мне ноги изнутри, блокирую, я просто выпрямляю руки вниз. Бум, сбил. Зашел. Ножки легкие, еще раз. Равномерно распределен вес, никаких доворотов. Руки упираются медленно, медленно. Быстро, легко. Быстро, моментально зайдете. Качество вашего контроля определяет медленные движения, когда нужно как бы всему вытянуться. Бум. И вот отсюда выйти назад. С этим более-менее нормально. Едем дальше. Почему мы всегда стоим жопой кверху, и почему мы должны стоять на ногах, а не на коленях? Это как бы глобальный один ответ на оба вопроса. Потому что иначе мы теряем заряд преследования, да? Мы теряем мобильность. Смотрите. Дай мне сразу садить контроль. Если я сюда залез на двух коленях, и у меня физически заряжен человек как Даня, а Даня тут в моей практике один из наиболее взрывных людей. То есть он нормально, у меня руками упысь. Не, просто упысь. Погоди пока. Вот. И когда человек вот мотивирован взорваться, поверьте, когда вы будете бросать в своё место, там будут очень мотивированные люди, да? Они не будут делать или нет, люди будут вкладываться в своё движение. И когда вы поставили колени на пол, и особенно... Сейчас, я просто в камеру покажу. Особенно положили вот так вот пальцы, это вообще пиздец. Вы потеряли всю мобильность, которую можно было вообще потерять. Да? Потому что такие пальцы, не поставленные в пол, это очень плохо. Что происходит? Я сюда кое-как залез. Он собрал свою ручку, он собирался меня толкать. Он меня резко толкает. У меня, видите, поднимается корпус. За счёт подъёма корпуса... Да, чуть боком повернёмся. Ещё разочек можно? Погоди, да? Ещё раз. Идём, толкни. У меня за счёт того, что руками, да, не забывай сильно толкать. За счёт того, что я поднимаюсь в корпус, я своей же жопой загружаю собственные ноги. И всё, что я могу здесь сделать, это вот попытаться на него лечь вперёд. Но он будет вставлять ноги сразу же. Да? И я вперёд, чтобы его не догоню. Мои ноги должны быть мобильными. И моя жопа должна быть всегда сверху, чтобы сохранять давление. Смотрите, что я делаю. Сейчас у меня пальцы в пол. И когда он меня будет толкать, я буду это амортизировать за счёт работы. Он меня толкает. Я, видите, самортизировал его движение на ногах. Я близко. Я оказываю давление ему тяжело. Мне удобно набирать захваты. Мне удобно снова забирать позицию. Как только вы расслабите свои ноги, при любом толчке, ваш поднятый корпус с жопой пригрузит ваши ноги. То есть, ну, все понимают, что в этой позиции, да, не мобильны. Мы этого ни в коем случае не допускаем. Очень важно. Что я стою вот так, что я стою вот так, мои ноги мобильны, да? То есть, я из этого положения могу моментально стать вот так. Вы должны у себя приучить правильную реакцию. Когда вас толкают в грудь, мы не делаем эту часть тела легче. То есть, меня толкают в грудь. Я, как бы, увожу вес назад, тем самым грудь я разгрузил. Наоборот, я всегда делаю эту часть веса, часть корпуса тяжелее. То есть, я поднимаю противоположную часть и начинаю давать вес. То есть, еще раз. Здесь он меня толкает. Бум. Во-первых, я гораздо быстрее. Я сохраняю контроль. Я могу менять углы, чтобы разрушить его позицию. Да? Сохранять ее. Теперь мы это посмотрим чуть другой плоскости. Туда головой. Да, нет, нет. Туда головой. Да. В плоскости движения. То есть, что такое вообще контроль? Это когда мы человека преследуем и не даем ему создать свободное пространство. То есть, условно. Я близ к нему, все поджато. Свободного пространства нет. У меня есть контроль. Как только между нами появляется свободное пространство, куда он может засовывать свои конечности, да? Меня отодвигать. У меня, соответственно, контроля нет. И один из способов для него разрушения моего контроля, это отдаление от меня. То есть, это разрыв дистанции. Все вы понимаете, что перетолкать взрослого человека руками, это, наверное, идея говно. Да? Вы с ней вряд ли справитесь, если вы не особо талантливые. Но вот отъехать от него, чтобы провалить его в то пространство, которое образовалось перед вами. План абсолютно нормальный. То есть, мы берем все то же самое. Еще раз. Вот у него жесткие ноги. То есть, они никуда не отваливаются. Они вот так не уваливаются в пол. То есть, вот, он держит. Потому что мы с вами находили на опенгарде. Если я буду брать за ноги, просто куда-то выкидывать, он будет работать, он будет доворачивать таз. То есть, да, нужно быть абсолютно невменяемым, чтобы ваши ноги взяли и расслабить. Вот так вот положили в пол. Я не знаю, это с трупом надо бороться. То есть, если я возьму Дань, начнем выкидывать ноги в пол, Дань начнет доворачиваться, начнет закидывать ноги. Мы начнем бороться. Да, я сейчас не об этом. У меня прямые руки, мы держим. Ноги у него жесткие. Я захожу. Я медленно на очередь вхожу. И он начинает от меня отъезжать. Отъезжать не выталкивать меня, а жопкой от меня отъезжать. Можешь просто ставить ногу в пол, да, чтобы... Да, погоди, еще раз. Заново. Да, то есть, ты можешь поставить ногу в пол, твоя задача убирать твою жопу, от моей жопы. Не надо пытаться меня выталкивать, твоя задача убрать, отъехать от меня. Еще раз. И медленно я буду, не взрываясь, смотрите. Я начинаю идти, он начинает нижней ногой уперся в пол, отъезжать тазом. Если я здесь буду... А сейчас отлично сделал. Если я буду здесь падать на колени, давай туда головой, чтобы камеру попало. Если я буду здесь падать на колени, то я не смогу его догнать, мне банально будет нечем. То есть я здесь, смотрите, я зашел. Я начинаю падать, падая на колени, он отъезжает. Мне нечем его догонять. Ну, я могу за ним поползти на колени, но я вряд ли успею. Да? И я потерял позицию. Что значит потерял позицию? Я просто обнулил все свои затраты, да, физической силы, тайминга. Всего того, что я делал до этого, мне придется начинать все заново. Если же я работаю на ногах, то... Сейчас тоже будешь отъезжать. Я здесь, он отъезжает, 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 отъезжает. Во-первых, я не проваливаюсь. Я сохраняю возможность преследования. При необходимости у меня есть возможность смены стороны, да. То есть я не теряю опцию, никогда не провалился. Я все время его догонял, догонял, догонял. Во-первых, это выматывает, может, это происходит. Да, я вспотел уже от этого. Да, во-вторых, я все-таки не теряю свою возможность и реализую то, что я начал. Как отъезжать, кто не понял. То есть, дай, возьми меня за штаны. Тогда вот в эту сторону. То есть он заходит в эту сторону. Я ставлю ножку в пол, у меня ручки. Нижняя ножка в пол, видите, ребят? Ни в коем случае не в верхнюю. Если я поставлю верхнюю ногу в пол, все, у меня, как бы, конец. И вот я от него, да, вот, я отъезжаю, чтобы, да, вставить потом ноги. Сейчас задание, задание добавляется только одна вещь. Добавляется отъезжание. То есть верхний делает все то же самое. Он обходит сбоку, берет, держит штаны, начинает падать. И тут ниже начинает отъезжать. И задача верхняя, просто на ногах идти за ним. Не подняться корпусом вверх, да, не потерять позицию. Вот как бы вы стояли вот в той позиции, в которой вы замерли, в которой он начал движение. Мы в ней замираем. Только начинаем за счет перемещения на ножках его догонять. Еще раз, у нас нет прыжковых движений, нигде нет прыжков. Мы все время делаем шаг, 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 шаг. Понятно, обязательно упираемся пальцами в пол. Очень важно, что, в принципе, если мы равны, да, то есть мы равны по технической силе, по создаваемому давлению, то мы проехать можем-то при желании весь ковер. Давай, наверное, вот сюда, конечно, сдвинься, чтобы у нас было побольше места до камеры. Сейчас то же самое, я давлю, ты отъезжаешь, да. То есть я здесь, прямые руки, зашел еще раз. Я не стою вот так вот в упор к нему, потому что если я буду стоять в упор, он меня банально схватит ногами, да, вот, не очень хорошая история. Вот, я на расстоянии. Я начинаю падать, он начинает отъезжать. Я начинаю падать, он начинает отъезжать от меня. Не-не-не, зачем ты крутишься? Твоя задача от меня отъезжать. То есть ты крутишься, ты нифига не помогаешь. Твоя задача просто разрывать дистанцию. А ты не разрываешь дистанцию, ты остаешься на месте. Кстати, тоже распространенная ошибка, я не пытаюсь крутиться на месте, это вам никак не поможет. Да, то есть цель порвать дистанцию, чтобы между вами было больше расстояния. То есть ты должен отъезжать от меня. Так, бум, мы зашли, вот, она сейчас меня уезжает, вот, да, вот, я на него давлю, давлю, да, и в принципе мы можем проехать весь ковер при желании. Сюда подтаскивайся. И нам нужно как-то его остановить, да, потому что если мы его не остановим, мы будем, дарим до края ковра, и нас вернут в центр ковра, да, ситуацию перезапустит уже судья, ковер не бесконечный. Так вот, что выделяет высокого уровня борцов от говна, это то, что они умеют сегментировать тело. То есть, да, когда, ну, из вас белые пояса еще, кто-то на цветных тоже делает, а когда вы падаете, вы падаете сразу всем телом, вот, в принципе, разрубленное дерево, вы такие, да, вы не можете разделить свое тело на маленькие части, чтобы каждый из них делал свою работу. Если мы открываем, как я всегда говорю, бюджет в черные пояса и смотрим схватки, мы видим, что человек одной ногой держит один контроль, другой ногой держит другой контроль. Одна рука так работает, другая так, корпус постоянно меняет свое расположение, то есть, все тело разделяется на какие-то маленькие участки, каждый из которых выполняет свою работу. Именно вот это, умение сегментировать тело, выделяет хороших борцов от плохих. Да, потому что чем больше вы сможете сегментировать тело, тем более интересные и неважные углы, да, для позиций вы сможете найти. И вот сейчас нам нужно будет научиться сегментировать хотя бы одну руку от основного тела. То есть, сейчас мы будем останавливать его движение за счет одной руки, за счет зацепа. А после того, как мы зацепимся, он фактически нас будет тащить за собой, и это будет его выматывать. Очень важно, если вы в момент, когда мы сработаем рукой, вот так вот у вас все тело пойдет волной, вы упадете и потеряете контроль. Очень важно, то есть, у нас все тело останется недвижимым, да, в той позиции, в которой мы находимся, и сработает одна рука, все остальное тело останется без движения. Давай чуть-чуть сюда, поближе, в центр буквы П, ножки поднимай, сейчас медленно, спокойно. Смотрите, ребят, я захожу, ничего не меняется вообще. Я начинаю падать, он начинает от меня отъезжать. Я на него давлю, он меня выжимает руками. Стоп, замри, замри. Теперь, я отпускаю вот эту руку, у меня тело не двигается. Этой рукой я не делаю никаких махов, она идет очень коротко, да, потому что любой мах, это я теряю в равновесии. И я прихватываю, очень важно, не руками, я прихватываю локтевым сгибом за таз. Очень важно, вы под локтевым сгибом своим должны почувствовать, вот его твердую кость, как вот вот здесь, да. Мы не за бедро, бедро вы не удержите. Дай бы я не держал кость, у вас ноги широко, у меня рука слетит. Если я возьмусь, сейчас, дай мне штанчики, ножки жестко держи, погоди, замри. Если я возьмусь вот здесь, отъезжает меня тазом, он, видите, все равно убирает таз, и он все равно сможет выехать. Это очень важно, ваш локоть должен лечь вот сюда. Чуть поближе. Мы зацепляемся локтем, мы не хватаем руками вообще контроля и схватить своими драчилками, это вообще разные вещи. Нам для контроля нужно ограничение подвижности и преследование, но ни в коем случае не хватание. Обычно люди думают, что контроль это вот так вот в него вцепиться и вот так вот его держать. Обычно он еще с перекошенной рожей, как бы. Потому что самое страшное, это белому поясу в лицо взглянуть, у нас вот Катя здесь сидит, камеру ее снимать не надо, но когда смотрю, как Катя борется, мне очень страшно, мне кажется, что такие люди, примерно, они по женской колонии там сидят, как бы, на больших сроках, вот. Потому что, наконец, запороли там массово. Вот. Да, поэтому еще раз. Ограничиваем мобильность и вместо того, чтобы догонять его, он начинает нас на себя тащить. При этом мы все так же стоим на ногах, да. Тело у нас ровное, жопа выше головы. Чуть-чуть, да. Сюда для камеры, ножки жесткие. Еще раз, он у меня не труп, у него нормальные жесткие ноги, да. То есть мне нужно приложить усилия, чтобы это убрать. Я это обхожу, я захожу, он отъезжает. Бум, зацеп, отъезжай. Видите, все, он меня тащит за собой. Очень важно. Повернемся. Чуть давай туда головой. У меня вот эта рука никуда не отвалилась. Она продолжает держать ногу. Дай мне, пожалуйста, заходить, возьму. То есть я вот здесь. Таз высоко. Я держу его ногу, потому что он захочет ее всунуть под меня. Я должен ограничивать движение вот этой ноги. Я на ногах, я прямой, я очень жесткий. Все то же самое. Мы добавляем одно движение рукой еще раз. Вы должны почувствовать, что ничего, кроме руки от плеча до пальцев, у вас не пошевелилось в этот момент. А я, ну, в принципе, все знают, что мои семинары, это немножко стендап, да. Вот. И для того, чтобы показать следующие детали, мне нужен человек с физически сильными руками, да, не как у меня. Вот. И я хочу, чтобы человек представился. И поэтому я скажу цитату Владимира Соловьева. В принципе, ее можно найти в интернете. Представься, мразь. Алексей Дефо. Жим 190 килограмм. Вот. И это, как раз, мне нужно, чтобы показать важную деталь. Ручками в меня, ножки подними. Ручками в меня упирайся. Жестко в меня упрись, нормально. Вот. Здесь такие нормальные такие руки жимовые, да. Крепкие. Я их немножко не могу продавить. И часто у людей происходит такая вот история, что они думают, что если они зацепились за таз вот здесь, то уже все. И начинают просто падать на человека. Сейчас, когда я буду падать, просто потяни ноги к себе. То есть они берут, цепляют за таз. Я, он сейчас так уперся, все, я даже прожать их не могу. Да. И я падаю, он втягивает колени к себе. Я упал на гард. Да, то есть вместо сайта контроля я упал на гард. Да, то есть вот бывают люди физически развитые, да. То есть вот они руками чем-то занимались, как держать телефон, ложку. И еще один предмет из твоих букв. Вот. И вот эту конструкцию очень важно научиться преодолевать. Потому что вы будете с этим сталкиваться. Вы будете сталкиваться с вот этими огромными ручищами, которые вас выжимают. И как бы план, ну я сейчас на них упаду и что-нибудь произойдет. План говно. Смотрите внимательно на руки, вытяните, пожалуйста, руки. Вот эта проекция, держи жесткие руки, для него достаточно комфортная. Да, то есть здесь удобно упираться. А теперь смотрим магию. Держи руки жесткие, держи руки жесткие, держи руки жесткие. Вот тут они уже менее жесткие, да. То есть я для того, чтобы это прожать, я хочу не перетолкаться. Я хочу ввести руки в немножко непривычную проекцию. Вот сюда. На, ну то есть отсюда люди не жмут. Здесь руки потому что гораздо слабее. Эй, я вас вижу. Рассажу как в школе. Да? Помимо того, что у него есть руки, которые нужно переместить вот туда, чтобы они стали слабее. У него есть еще один сустав, с которым нужно работать. Это его запястье. Если я давлю, держи руки жесткие, на основании его ладоней, в принципе, если бы я был немножко артистичнее, я бы мог, наверное, сейчас встать на руках, поднять ноги вверх, но я так не смогу, к сожалению. Да, ну то есть он бы это выдержал. Но, если я свой вес перемещаю на кончики его пальцев, то вся конструкция начинает прогибаться, сыпаться и сгибаться. И вот с этими двумя вещами мы должны уметь работать. Когда мы зацепились за таз, до момента, как мы прыгнем на него и заберем контроль, еще очень много. То есть все обычно это просто выкидывают, типа, ну нафига я же зацепился, сейчас я на человека сяду, попадают в халфгард, либо в закрытый гард, да, либо в какие-то еще вещи, когда люди их умеют. Мы должны это уметь проходить, давай головой туда, ляг, пожалуйста. Вот, так, мы берем человека, все то же самое, он сейчас на жесткую упрерется руками, я начинаю падать, он в меня упирается жестко. И теперь смотрите, я продолжаю давить, у вас многих ошибках, вы либо давите, либо снимаете вес и начинаете двигаться. Если я снял вес, он сразу же извинется ко мне ногами, да. Поэтому я двигаюсь и давлю, ни в коем случае у меня таз не ниже головы, всегда таз выше головы. И что я делаю, я начинаю своими ногами заходить в сторону его головы, тем самым, видите, немножко подрезать ему ручки. Очень важно, когда я начинаю заходить, помимо того, что я перемещаю свое тело, да, вот отсюда, где близко его ноги, я могу в них попасть. Вот сюда, где его ноги, как бы гораздо дальше мне удобнее падать. Я делаю не такие микродвижения своим плечом, я немножко, вот реально немножко, никаких прыжков, я перемещаю свой вес на кончике его пальцев. Очень важно, я не выворачиваюсь никуда, то есть мне буквально нужно чуть-чуть переложить мое плечо, то есть, ну, ту зону, куда он упирается в меня руками, на кончике его пальца, чтобы они начали загибаться. Тогда мы ослабляем его руки очень сильно. То есть, бум, я здесь, я зашел, он в меня уперся, я начинаю заходить, и смотрите, я начинаю свой вес немножко перекладывать. Я захожу, захожу, бум, я на него опустился, потому что его руки не имеют теперь возможности меня удержать. Вот эта позиция абсолютно естественная, руки сильные. Позиция более слабая, с загруженными запястьями гораздо слабее, ручки начинают проваливаться. И вот теперь важно, он сейчас немножко накосячил, потому что он отвернулся от меня, повернулся ко мне спиной, как бы отдал позицию, то есть здесь он уже от дачи трех баллов никак не защитится. Да, так, давай, я Даню верну, Даня, может, тебя? Ложись. Вы должны понять, что пока мы не сделаем полную позицию головы туда, полностью закрытой, то есть пока не отреживаем все возможности к отступлению, мы не отдыхаем, мы не радуемся. И после того, как мы смогли продавить его руки, мы цепляемся за таз, да? То есть иногда мы зацепились за таз, и он сделал жим лежа, да, и заразится, может, в нашем весе, может, мы там вес недодали, да, он смог это сделать. Либо он изначально встретил нас руками, мы их продавили, после этого прихватили за таз. Еще раз, мы, главное, не зубрим позицию, мы учимся работать с разными типами реакции. Разный человек эти типы реакции может дать в разном порядке, это неважно. Мы видим, о, нам дали такую реакцию, мы ее обработали в тот момент, когда мы ее дали. Еще раз, бум. Словно я здесь, я зашел. У него сейчас руки, вот смотрите, у него сейчас руки слабые, потому что я падаю вот сюда. Да, бум, он здесь. Я захожу, 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 давлю, 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 бум, прожал, за таз зацепился, потому что он, может, начать отъезжает меня здесь. Бум, вот я держу таз, держу ножку. Да, вот. Вот я очень плотно. Понятно? Сейчас, да, чтобы, скорее всего, здесь единицы могут выжать человека снизу, да, потом встречаем его изначально прямыми руками, очень жестко в него упираемся. Верхний еще раз никаких рывков, скачков. Ногами заходит в сторону головы, вес той зоны, в которую он упирается, перемещает аккуратненько на кончике его пальцев. Контролируем, прям видите, я чувствую, проваливаются в руки, то есть нет такого же, он такой, ну ладно, падай на меня, да, он будет до последнего держать. Мы продавливаем, переключились, бум, зацепили таз. Сейчас все это время мы стоим на пальцах. Понятно? Итак, едем дальше, давай головой в ту сторону. Эта часть больше, как бы, да, не для вас, кто сегодня в зале, да, чтобы этого не проходили, это больше для тех ребят, кто это изучал на 1995 году у меня, ну и для тех, кто будет смотреть видео-версию. Да, это мы сейчас заходили все, да, с внешней стороны его ног, да. Теперь мы поговорим о том, что будет, если мы зайдем с внутренней стороны ног. Спойлер. Спойлер, сильно ничего не изменится. Ножки поднял. То есть еще раз, до этого мы занимали вот внешнюю сторону ноги, да. Теперь мы занимаем внутреннюю сторону ноги. Делаем это вот максимально просто. Ручка на колено, ручка в таз. Одновременно я захожу чуть вбок, еще раз, держи ноги жестко. Я рукой его ногу не опущу, поэтому я беру, захожу вбок, его нога опускается, мой локоть. Не под его ногой, потому что иначе он меня собьет, мою руку своей ногой. Да, ты все поняли, Леш? Да, он ее собьет. Мой локоть вверх, в его колено, и я буду его раскрывать и в это пространство заходить. Да. Очень важно. Вот здесь еще важно, чтобы у вас была опорная нога. Потому что я сейчас в него давлю за счет того, что упираюсь этой ногой. Да, я залезу все-таки. То есть у вас всегда должна быть жесткая опорная нога, вот эта нога, она не вот так вот давить невозможно. Всегда пальцы в сторону головы, она давит здесь. А здесь вас также будут выталкивать в камеру. То есть это будет необязательно толкание ладонями. Она возьмет захват за отворот, за другой, да. И будет этим захватом, чтобы поднимать локоть вверх, будет блокировать вас, да. Эту конструкцию надо будет перебороть. Давайте чуть-чуть развернемся. Ага, замы. Руки жестко. Да, смотрите. Еще раз. Вот он у меня упирается. Если у меня таз внизу, то ему толкнуть руками и вставить ноги. Вставили ноги. И все. Я вывалився отсюда. Как бы мы ни заходили, правило нашей позиции, что у нас жопа выше головы, оно не меняется. Опа. Да, то есть я здесь. Я испытываю, что меня здесь начинают толкать. И поэтому, что я делаю? Вот, я приподнимаюсь. Еще раз. Обратите внимание, как я это делаю. Я не встаю вот так вот над ним, да. Иначе встают ноги сразу же. Ага, обратно. Мой таз, как был, близко к его тазу, так и остается. У меня работает опорная нога, но меня толкает. Таз к тазу, вот я даю вес. Дальше. Как я уже сказал, сильная проекция руки. Выправим ручки. Вот. Это сильная. Слабая проекция. Я хочу работать в ту сторону. Поэтому очень важно. Вот сейчас держи руки жестко, просто держи. Я перетолкать не смогу. Но что я могу? Еще раз. Мы никогда не пытаемся человека перетолкать куда-то. Это полный бред. Мы продлеваем его движение. Когда мы заходим с внутренней стороны, и в нас люди упираются руками. Да, разумеется, что я могу прихватить за отворот. Но я не пытаюсь перетолкать. Я могу либо убрать его руку вовнутрь. То есть, смотрите, он здесь меня упирается. Я здесь. Я располагаю свой корпус на его пальцы. Вот я сейчас думаю, что этот хруст, он попал в микрофон. Да, то есть, я все свое тело переместил вот сюда. У него сложились пальцы. И его руки оказались подо мной. Либо он упирается. Я так же. Вум. Ой, извини, пожалуйста. Попал он в глаз пальцу. Вот, я здесь. Я прошел. Очень важно, что мой таз близко, да? Я никуда не отхожу. Так же. Даже несмотря на то, что я здесь, он может от меня выталкивать, отъезжать тазом вбок. Тазом вбок. Вот, чтобы вставлять ногу. Да? Поэтому контроль таза, он никуда не уходит. То есть, я могу здесь. Возможно, я прицепился, да, за отворот взялся. Все-таки внутренняя позиция гораздо ближе, меня тяжелее вытолкнуть. Но он от меня начнет отъезжать. И я обязательно, видите, блокирую его таз, чтобы он не мог от меня выехать задницей. Если я... Ноги любят здесь брать андыху. Да нет, я возьму, я возьму, дай. Вот. Вот здесь лежат. Сейчас дай в камеру тебя поверну. Да. И лежат вот здесь, такие, нет, у меня ничего не будет. Человек отводит жопу, жопу отведи. Всовывает колено. И вы такие, э, я же тебя держал, Бреттон, куда? Еще раз. Мы достаточно много внимания удаем контролю движения его таза. Потому что не сдвинется жопа, человек не уйдет. Если не держать таз, да, то человек может уйти. Это важно. Еще раз. Внутренняя позиция. Таз к тазу. Опорная нога. Могу держаться. Он в вас упирается. У меня может быть два захвата. Еще раз. Поднимаю таз. Один способ. Кладу грудь на кончике его пальца. Видите, резким движением. Бам. Но достаточно аккуратным. И прижался. Все, я руки сбил. Либо он в меня упирается. Я прокатываю его руки. Обязательно с давлением. То есть не вот так вот в воздухе. А я давлю. Взвум. Снес. То есть я как бы свой корпус разместил вот сюда. Увел руки вот туда. Также здесь. Когда я куда-то двигаюсь. То есть не важно, я убрал под себя. Или я убрал вперед. Да, вперед убрал. У меня контроль таза. Чтобы он не мог выехать. И в дальнейшем я уже буду разворачиваться, собираться. Опять же для зрителей. Обратите внимание, что я еще пока даже не дошел к контролю головы. То есть многие слишком рано бросаются хватать под голову. Из-за этого прыгают в позицию. Если вы хотите сформировать себе правильный навык создания контроля, вы должны научиться работать с тазом. И когда вы научитесь работать с тазом, вы потом уже можете это пропускать, переходить к голове, да? Но в начале обязательно работать через таз. Задание понятно. Сейчас внутри он упирается. Либо под себя убрали, либо вперед прокатили. Также контроль таза. Обязательно упираемся второй ногой в пол, чтобы нас не вытолкали. Если нас толкают, мы всегда опускаем вниз башку, мы поднимаем вверх жопу. А не наоборот. Дорогие мои, это был очень тяжелый год, как подсказывают из заднего ряда. Вы много отжимались за свои косяки, будете отжиматься еще больше. Это послание в будущее вам. Отлично, едем дальше. Что общего у контроля и тем, как я жру пирог, в том, что вы должны максимально откусывать, да? И ни в коем случае не отдавать назад. Чего не смеется? Это смешная шутка. Смешная. Да, сейчас мы начинаем окончательно поджирать его пространство. То есть до этого мы преодолели его руки, заблокировали его передвижение. Осталось минимум пространства. У него корочки остались. Корочки надо доесть после пиццы. Да, и вот сейчас мы будем их доедать. Ложись. Главный принцип вообще нас, что жадность фраера разгубила, если я вот возьму корочки после всех двадцати кусочков пиццы и засуну себе в рот, я немножко подавлюсь. Да, поэтому корочки мы едим по одному, и то же самое. Мы не забираем разом все пространство каким-то наскоком, потому что самая распространенная реакция у людей, то есть они все расчислили, и все, вот им у них огонь, типа, ну все, я победил. И он делает прыжок, как бы, и в этот момент он теряет весь контроль. Нет, мы забираем поэтапно. Да? А также большая ошибка у многих, смотрите, каким бы способом я ни проходил, этот внутренний способ, вот у меня, он у меня упирается руками, у меня вес с той стороны, где находится мое тело. У меня нет вот такого. Я не перехожу через землю, потому что здесь меня просто толкнут в сторону. То же самое касается вот этого способа, когда мы снаружи. То есть если я вот так вот лягу, меня толкнули вперед, да, то есть я унился вес туда, где нет моего тела, я улетел. Обязательно наш вес остается строго с той стороны, где мы проходим. Мы никогда не пересекаем его тело. Только когда мы уже получили контроль. Тогда да. И то редко. Вот от этого нужно избавляться. Мы никуда не прыгаем. Вес у нас от пола не отрывается, ноги от пола не отрываются. Мы такие максимально прилипшие к полу. Да. Итак, в какую позицию мы пришли? Давай туда головой. Начнем с внешнего варианта, потому что он такой наиболее детальный. Бум, я здесь. Я обошел. Он в меня упирался. Замри, замри, замри. Я здесь продавил ручки, зацепился за таз. Вот теперь смотрите внимательно. У меня рука держит его ногу. Даже если я потеряю захват, у меня рука не убирается. Она будет блокировать его ногу. Почему? Потому что если он нормальный, он хочет ногу засунуть под меня, чтобы я оказался в гарде. Поэтому я буду постоянно эту ногу замри, блокировать за штаны, рукой, неважно, просто наличием своей руки. И, соответственно, первое пространство, которое я должен забрать, я должен разрезать его корпус. Я должен отделить эту часть тела от этой части тела. И для этого я вставляю свою ногу вот сюда. Очень важно. Я также сегментирую тело. Я подставляю одну ногу. Никаких прыжков не происходит. То есть я был здесь. Зацепился. Блокирую. Теперь смотрите. Спина прямая. Вес у меня с этой стороны. Я туда не перекатился. Я блокирую. И я подставляю ногу на пальчиках ног. Чик. Для чего? Потому что если она сейчас меня выталкивает, чтобы я мог стоять на ногах. Да? Чуть. Разрени жопкой. Назад. Ага. Вот. То есть я беру еще раз. Она в воздухе. Вот. Я ее подставил. Я мобильный. И вот теперь я окончательно ставлю ее. Сейчас замыть. Вот сюда. В его таз. Да? То есть с одной стороны я блокирую его таз локтем сзади. Вот сюда. Вот где у него складывающие кимоно. Вы сюда должны задолбить свое колено. Для чего это нужно? Чтобы он не мог повернуть таз. Смотрите. Так вот повернул. Ножку убери. Чуть назад. Чуть назад. Если я поставлю колено вот так. Видите? Есть расстояние. И при этом у меня замы. Держит локоть. Даже если у меня локоть будет жестко он все равно может повернуть таз. Он может делать движение тазом либо назад либо обратно обратно вылезть либо повернуться на спину для чего-то на спину на спину. Да. То есть таз свободно двигается. Но так ножку тоже убери чтобы видно было. Да? Он на боку. Вот смотрите. Я подставляю колено пальчики на полу вот сюда в самый упор. Локоть держит таз. И вот теперь ему поворачиваться в любую сторону видите гораздо тяжелее. То есть ну я так скажу знаете два сантиметра имеют значение особенно если вы говорите по длину собственного члена. Это вам пипец как важно как бы понимаете. 14 или 16 это уже как бы это большая разница. Да? поэтому в борьбе тоже эти сантиметры имеют значение ребят. Да и вы должны их забирать. Еще разочек. Мы делаем все. Все то же самое. Поэтапно никуда не скачем. Чик. 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 Зашел продавил зацепился блокирую отпускаю ручку бум подставил ногу и теперь опустил ее на пол. Очень важно когда я опустил на пол я не снял вес у меня вес как был на нем так и остался. Я своим локтевым сгибом поджимаю его к своему тазу он оказывается зажат. За счет того что я заблокировал его таз у меня разгружается вот эта рука и я ее вывожу в другую плоскость для новой работы. Очень важно я делаю вот так. Я был здесь у меня плотно давление на нем подвигать тазом вот ему тяжело видите я вытаскиваю свою руку очень важно ни в коем случае не вытаскивать через верх потому что мне могут заблокировать локтевый сгиб рукой другой рукой вот но только вот таким вот захватом вот вот да прямо держи да и если он сейчас резко повернется на другой бок и меня руку мою переведет прямой рукой переведем руку туда да вот видите я полечу у меня сейчас за кожу так поищемило я поджался брать внимание на движение так головой в камеру на движение видите насколько у меня короткое движение теперь у меня рука выстреливает вот сюда вот сейчас очень важно я не пытаюсь его взять вот так вот схватить сразу да у вас рука не залезет она была давление на нем бум она проехала максимально глубоко я прям за пол берусь и чуть пропихиваю свою руку подальше на этом движении мы сейчас становимся еще разочек никаких махов выехали развернули бум никаких вот таких движений как прощемил-то меня ну чё, каянный ну чё, душевой поговорим бум на ногах подставил смотрите я ровно к нему никаких разворотов боком подставил опустился я давлю на него таз выше головы то есть я поджимаю локтем работа продолжается еще ничего не зафиксировано даже если он миллиметр коленом под меня засунет я не получу трех баллов высовываю руку бум она заходит видите вот я не хватаю руку на пол и вот так вот кокодичком протащил нога на полу и я в него давлю здание понятно заблокировали подтащили вот должны прям коленом удариться об косточку после того как вы заблокировали мы вытащили руку они одновременно что мы подставляем вытаскиваем иначе в этот момент у вас нет контроля я люблю один вариант который мне в принципе очень нравится он очень универсальный потому что он более безопасный да более безопасный в каком плане что я не попаду в гард обратно я здесь и ножки тоже жестко держим зашел бум продавил давлю давлю бум стою на ногах зацепился еще раз ребят вот сейчас важный момент если я буду ставить колено зафиксировал в таз он просто будет отъезжать у меня тазом я заманаю ставить колени поэтому сначала обрезать мобильность дай ножку потом ставить колено подрезал подставил опустил я еще раз я очень ровно к нему бум давлю ручку вытащил заправил резким движением важно если он меня здесь будет руками толкать я приподнимаюсь на ногах блокирую продавливаю дошел вытащил ручку бам пробил видите у меня сейчас голова отлетела это в принципе для этого нужно когда у него голова здесь у него сильное тело когда мы начинаем замри отделять ему башку немножко скручивая мы скручиваем ему позвоночек и он становится слабым дай чуть-чуть камеру на меня направляй бум мы сделали вот здесь контролируем взгляд прямо еще раз я не прижимаюсь сниму головой тишину поймали мужчины сделал несколько таких движений для хорошего кроссфейса мне важно чтобы у меня в локте не было свободного пространства видите там сейчас его голова многие из вас берут вот так здесь дыхка в локте и хорошего давления у вас не будет вот я заправил ручку прошел теперь что я делаю я кладу ладонь ему на спину вот под спину сюда могу за подмышку но часто я кладу прямо на середину позвоночника и теперь смотрите мое плечо делает маленькое движение я не на лицо ему пытаюсь давить а я плечом видите вот оттянулся к груди и теперь толкаясь с ног корпус прямо я тараню ему лицо максимально создавая давление в этот момент когда я тараню ему лицо я смещаюсь своим тазом в сторону его головы то есть я здесь я давлю заправил взял это все быстро оттянулся плечом груди пошел сквозь лицо и мой таз перемещается в сторону его головы я беру за ногу для чего? чтобы он не смог подсунуть мне ноги бывают люди которые хорошо вставляют я здесь давлю я сместился вот здесь я гарантированно получу свои баллы я не попаду в гарт рукой убираю ноги занимаю позицию вот здесь когда я уже поставил колени подобрал захват контролирую ноги я это называю лог позиция то есть закрытая позиция то есть я закрыл все замки да как бы замок запер все я получил контроль над человеком еще разочек очень важно то есть я не сижу там 2 часа я заправил ручку бам давление смещение контроль ноги всем уже понятно почему мы избегаем его ног да потому что он постоянно хочет нас свои ноги затащить и мы хотим свои ноги убрать его ног всем же понятно здесь да то есть обычно если у него будут захваты за рукава то есть у нас позиция да захват за рукава здесь игра пойдет чуть по другому то есть смотрите я зайду когда сюда у него руки будут возможно вообще не сможешь меня удержать я захожу расчищаю пространство блокировка таза постановка колена да он будет здесь двигаться это будет борьба то есть на пальчиках ног сместился сюда беру его ножку беру ее снизу сюда не изнутри снизу да могу просто укрой ограничить чтобы он просто не мог подъехать ко мне убираю от себя на пальчиках ног подошел колени к нему обратите внимание у меня таз около моих пяток не вот так вот а вот перезаправляю ручку под голову захваты держу я его контролирую в этой позиции я такой же заряженный мобильный на случай если он мне захочет выжать понятно все то же самое все контроли руку под голову раскатили давление вот еще плечом сегментация сместились за ножки взяли понятно и финальная часть этого семинара это о том что всегда что-то может пойти не так как мы хотели и в этом в принципе нет ничего страшного Илюха отсядет Алиса чтобы ты не мешал снимать да иногда бывают сильные люди и у нас не получается забрать контроль который мы хотели но всегда его реакцию мы можем обыграть да ключевая вещь которую нам стоит запомнить что залежи в принципе он делится на нас двумя сторонами фактически безопасно но потому что там нет ног да как бы у меня руками не хватали за ноги для меня это не опасно и опасная сторона где есть его ноги я соответственно могу попасть в гард да а соответственно я сюда не хотеть туда хотеть да все очень просто смотрите вот мы заняли сайт контроля я вроде бы все я его раскатил я все обязательно пальцы в пол да но тут он взрывается и меня толкает если вы сядете вот так он от вас отъедет ставит ноги обратно да возможно я не смог создать давление он сильный он меня толкает на ногах колено на него что произошло давай медленно смотрите я специально ставлю руки в пол чтобы замедлить движение он меня толкает я приподнимаюсь на ногах есть пространство и чтобы он не вставил колено то есть он что хочет он хочет ставить сюда колено между вот этой стороне ты ее между мной и да я ему этого не даю сделать он меня толкает и я подставляю стопу к нему ставлю колено на него очень важно сейчас не надо садиться вот так вот дай седай потому что это такая позиция более медленная сам факт наш что нам нужно просто сажать то пространство которое появилось я его здесь сожрал окей он меня выталкивает назад ну нормально руками ноги начинает закидывать я выхожу и вот здесь ошибка у вас будет вы попройтесь вот сюда я вам обоих благодарен он довернется и вы оказались в гарде давай за мной он меня толкает пум так все на месте он да начинает двигаться я захожу в сторону его головы возможно смогу перезаправить занять контроль возможно сделать что-то другое но я буду в очень некомфортной для него зоне я буду в той зоне в которой он не может оказывать на меня прямое воздействие пока либо он ноги не закинет либо не развернется и то и то для него сценарии вынужденные они желательные да то есть ему желательно чтобы я вышел сюда когда за головой он выженно реагировать закидывать ноги ну иначе он проиграет но это неудобный сценарий я не хочу давать ему удобных сценариев понятно еще раз я если чувствую что меня сейчас вот-вот выжмут или вот-вот влезут его ноги я не пытаюсь усраться вот ничего не дать так вот все не пущу ладно переиграем именно на движении вы сможете перезапускать позицию да например мы здесь меня не получили он меня выталкивает вставляет ноги не-не-не давай нормально ты же не можешь ждать на соревнованиях чтобы вставить ноги ты же будешь сразу он меня выталкивает вставляет ноги я здесь бум вот у меня снова работа на ногах догнать ограничить да то есть за счет своей мобильности я даю себе возможность повторить все это но уже на гораздо более слабую позицию почему потому что контроля у него нету да бум я дозабрал либо не попал в плохую позицию и то же самое я могу использовать может мне дефо и ко мне мой хороший вообще дефо красавец я ему вчера патч подарил он уже нашил ложись да будут сильные люди которые ну вы не можете вы ему руки прожать ну вот бывает такое реально реально на него не получается ну дала природа как бы человеку руки 190 нажать я захожу он меня вгрызает с руками не пускает бум окей видите ручки ушло вроде на колено он будет колено же убирать ему же больно он руки на колено уберет на ногах видите остался таз поджимаю блокирую работаю то есть я вот это колено еще раз я это не рассматриваю как колено на животе перенесенное вот это вот подсевшее то есть смотрите еще раз просто способ переключить внимание бум не получается бум убрал руки вум работаю да если он начинает закидывать на меня ноги ноги ну резко на меня закидывай вот я в сторону головы ухожу здесь буду работать расчищать снова занимать пространство да то есть я хочу уходить в ту сторону где у него нет удобной возможности от меня защититься что мы сегодня посмотрели как занимать контроль что мы не жадны мы можем в любой момент перезапустить но когда мы перезапускаем мы делаем все по правилам подшагиваем забираем таз потому что мы не подставляем колено подставляем колено вводим руку фиксация не получилось вышли назад начали сюда а не сидим на коленях пытаясь его удержать все понятно финальное задание на сегодня мы занимаем контроль он нас либо выталкивает мы выходим ставим коленку либо уходим за голову либо заново забираем либо проходили не можем пройти руки поставили коленку это обыграли вы должны приучиться играть с позицией видеть ее а не разубрить понятно что делаем все поехали последнее задание на сегодня спасибо за субтитры спасибо за субтитры спасибо за просмотр